Здравствуйте, друзья! У нас вопрос есть такой, знаете, на две странички, немалый, но я прочитаю, очень интересно. Меня зовут Виктория, мне и моему мужу Данилу, 23 года. Мы из Украины. Хотелось передать вам свои ощущения по поводу будущей эмиграции. Для Данила идеал мужчины-эмигранта – это всем известный Дмитрий Шишкин. Для меня идеал жизни в Америке – это жизнь, показанная в сериале «Отчаянные домохозяйки». Я, честно говоря, не смотрел. Учу английский по ним и не могу насмотреться на идеальные газончики, красивые дома и машины и уж очень полюбившиеся мне американские традиции. Казалось бы, что может быть проще, чем изучить жизнь успешного человека и пойти по его стопам? Никогда не задумывался. Но все дело в том, что у всех разные стартовые возможности и обстоятельства. Это правда. Подумывая об эмиграции уже не первый год, я даже передать вам не могу, как много раз мы отчаивались и как много раз вновь начинали все с чистого листа. То война, ой, господи, то безденежье, то какие-то ссоры в семье, то сложности в изучении английского. Но, наверное, ничего не сбивает с пути больше, чем всякие ужасы о нашем ужасном будущем в Америке от родственников. Они говорят нам, что мы будем мыть там полы всю жизнь. Вторые нас возьмут в рабство, 90-летний дедушка говорит. А третьи просто не верят в нас и говорят, что мы не сможем ничего достичь, потому что делаем для переезда недостаточно. Хотя откуда они знают, сколько это достаточно и что еще нужно делать, неизвестно. Как-то изолироваться от всех невозможно, потому что эти люди очень родные и близкие. Они очень добрые, открытые, хорошие люди, которые сделали для нас очень многое. Просто они старые закалки и ничего не знают об Америке. В любом случае, они что-то значат для нас и эти мнения очень угнетают. Мы с мужем вместе с 17 лет сплотились в непобедимую команду и противостоять всему, и пытаемся противостоять всему негативу, что окружает нас. Конечно, как и у всех людей, иногда мы падаем духом. Бывает. Иногда мы воодушевлены новой мечтой до предела, и дела идут необыкновенно хорошо. Но все равно, этот страх перед новым, таким неизведанным и далеким американским миром берет верх. Ведь очень тяжело объективно оценить свои силы и возможности, оценить, насколько ты соответствуешь требованиям той страны, насколько ты в силах выжить самостоятельно, вдали от всех родных и близких, разрешать все серьезные проблемы и не урядиться. Очень страшно знать, что ты не сможешь, возможно, уже никогда увидеть своих мам и пап. Я думаю, вы догадываетесь, почему мы не сможем приехать. А их шанс получить визу без единого выезда за границу тем более невелик. Но если смотреть в будущее, то, конечно, мы ведь знаем, для чего это делаем. Мы хотим прожить свою жизнь вдали от стран, погрязших в коррупции и вранье. Мы хотим всегда развиваться. Хочется жить в обществе более высоких моральных ценностей. Хочется дать своим детям прекрасную страну для их роста. Мне кажется, что один из самых прекрасных подарков, который мы могли бы сделать для наших будущих детей. Но ведь родители, бабушки и дедушки – это тоже часть нашей жизни. Тяжело вычеркнуть их из нее навсегда. Как вы считаете, как можно побороть все наши страхи? И что самое важное сейчас для нас, на чем мы должны сконцентрироваться и работать больше всего? Что еще нам нужно добавить в ежедневные дела, чтобы пока что не терять время зря? Ну что, друзья, письмо такое хорошее, светлое, искренне. Чувствуются молодые ребята. Надо сказать, что частенько у нас бывают вопросы, типа, как преодолеть сопротивление со стороны родителей или близких, негатив. Как убедить жену или мужа, которые телевизоров насмотрелись. Или там бабушка, которая говорит, что пусть пенсию заберут, только бы не было войск НАТО на наших границах. Понимаете? Вот. Люди близки. Ну, а что вот я могу сказать? В принципе, девушка, Виктория, по-моему, ее зовут, я сейчас посмотрю. Виктория, да. Виктория, в общем-то, понимает, о чем речь. Она говорит, ну, да, это все близкие люди, родные люди и все такое, но мы же свою жизнь живем. Мы же должны о своих детях заботиться и так далее. И это правда. Значит, насчет того, что родители они не увидят, это я уж так сильно сомневаюсь. Потому что, если им 23 года, ну сколько там родителям? Поэтому родители достаточно молодые. Если они поехали в США, молодежь поехала в США, получили они там свое это политическое убежище, о котором идет речь так завуалированно, значит, что мы, мол, догадываемся. Конечно догадываемся, что там. Получили они свою эту политику. Ну, пройдет там, не знаю, сколько лет. Два, три, четыре, как получится. И они могут себе ездить спокойно, где они там жили, вот, не было сказано где, в каком городе Украины, но вот куда захотят. Страна есть страна. Конечно, первое время там может быть не очень кошерно вот так взять билет и лететь в Киев там, да? Но они могут долететь до Варшавы, а там уже местными авиалиниями, значит, какими-то такими европейскими. И как бы никто и не в курсе. Ну, то есть, я не то, чтобы я учил это делать, но я знаю массу народу, которые именно так путешествуют, потому что нужно. Потому что дети, потому что внуки, потому что родители, потому что какие-то связи. И поэтому это как бы вообще не вопрос. Это настолько техническая мелкая деталь, что даже как бы смешно говорить об этом. Вот, поэтому сразу выкиньте, вот, то, что вы их не увидите там и так далее, это уже совсем ерунда. Конечно, бывают трагические обстоятельства, это правда. Это бывает, но что делать? Мы говорили как-то, ну, я еще раз скажу, это не очень частая тема у нас на канале. Мы говорили часто, раньше, скажем так, не часто, что есть как бы некоторое движение энергии от поколения к поколению. Забота старшего поколения, это чтобы у младшего все было хорошо. Понимаете, энергия не движется снизу вверх. Дети не усыновляют своих родителей. Понимаете? Не имеет никакого значения, как хорошо вы, допустим, себя чувствуете финансово, но там бабушка или там мама, которые намного вас скромнее живут финансово, все равно могут вам там послать посылочку с яблочками, или там с вареньем домашним, или там ребенку купить игрушку. Понимаете? Потому что это движение энергии естественное, движение энергии в природе так устроено. Родители заботятся о детях, а не наоборот. То есть мы не говорим о том, что дети не должны поддерживать родителей в каких-то экстремальных или там сложных обстоятельствах, когда родителям действительно нужна их помощь. Ну, это правда, об этом вообще речи нет. Я имею в виду в обычных обстоятельствах, не экстремальных таких, в рабочих, так сказать, когда жизнь идет на своей там крейсерской скорости и так. Вот. То родители заботятся о детях, а не наоборот. Более того, если мы говорим про такие вещи, как уход, например, ну вот пришла жизнь в такое состояние, что родителям нужен уход. Находясь в США, они гораздо легче это сделают, там, скажем, ну просто какой-то суммой денег, чем, например, своими собственными силами, вместо того, чтобы нанять кого-то, кто это хорошо делает, они тогда свою жизнь под откос пустят и будут сами сидеть. И не факт, что они это делают лучше, чем наемный хороший человек. Я, например, не представляю, как бы я мог за кем-то ухаживать, вот сидеть. Абсолютно не я, понимаете? Я бы не мог. Я вижу людей, которые там по уходу работают и так далее. Я понимаю, что я так не могу. Не только потому, что человек не может списать свою жизнь под откос, просто потому, что там нужно сидеть с мамой или с бабушкой. Это отдельный вопрос, но просто не каждый же может еще. Поэтому у вас есть своя ответственность за свою собственную жизнь. И как вы ее проживете. Теперь, что касается негатива. Да, причем я не то, чтобы я им там какую-то Америку открыл, я, может быть, другими словами сказал то, что, в принципе, прозвучало в письме Виктории. Что касается негатива. Люди близкие. У них там негатив какой-то. И так далее. Значит, ну, жизнь-то ваша. Очень многие люди, очень многие люди в своей жизни не сделали ничего. Вообще ничего. Просто потому, что вокруг кто-то им что-то говорил. Я думаю, что в десятки раз больше людей ничего не сделали в своей жизни, чем люди, которые сказали, я делаю то, что я должен делать, независимо от того, кто что чего говорит. Это не значит, что они там в итоге состоялись. Это может быть не очень удачно. Но они росли, они двигались вперед, они приобрели какой-то опыт, они сделали шаг 2, 3, 5 вперед в своем развитии. Поэтому, какая разница, кто что сказал. Вот у нас Саша, ей еще 10 лет нет, внучка. Она рассказывает там в школе, говорят, не имеет никакого значения, кто и что о тебе сказал. Вот их учат с детства. Они вообще игнорируют. Им пофигу, кто что сказал. Они не слышат этого. Ну, хотят слышать, хотят не слышать. Пофигу. Понимаете? Я помню вот это вот советское. Знаете, а что соседи скажут? Это феодальщина. Понимаете? Это феодальное. Вы не хотите жить сегодня в феодальном мире. Вы можете. Есть масса стран на планете. Вот кроме США там, допустим. Да, вот есть еще. Масса-масса стран есть. И вот в частности, в бывшем Советском Союзе есть. Вы можете туда поехать и будете жить в феодальном мире. И вот там вот это все будет работать. Там отец сказал все. Все. На этом все закончилось. И независимо от твоего возраста, ты можешь своих детей иметь. Отец сказал все. Значит, если я правильно понимаю, пусть меня ребята поправят там, кто в курсе традиций. Но вас не колышет их негативизм. Их негативизм эгоистичный. Потому что они не хотят, чтобы вы куда-то там делись. Где-то они, может быть, искренне просто, ну, как сказать, не догоняют, что вам будет лучше. Они могут искренне не догонять. Потому что люди, которые искренне догоняют, они скажут, езжай, конечно. Но они могут искренне думать, что вам там действительно будет плохо. Вас там сексуальное рабство куда-нибудь заберут. Или будете там, не знаю, что там делать, под мостом ночевать. есть люди такого, ну, как бы, уровня развития, что ли. Ну, это ваши родители, там, туда-сюда. Примите их такими, как они есть. Дайте им право, дайте им право быть такими, какими они есть. Не пытайтесь их изменить. Не пытайтесь с ними спорить. Не пытайтесь с ними, не пытайтесь им ничего доказывать. Зачем вы вообще с ними на эту тему разговариваете? Вот вы берете людей и раздражаете их, делаете им плохо. У вас есть своя задача? Делайте на здоровье. Вам что, их поддержка, что ли, нужна? Ну, то есть, конечно, хорошо, когда поддержка есть. Но вы же видите, что поддержки нет. Так чего вы им голову морочите? Понимаете, вы же не можете на одни и те же грабли наступать каждый раз. И ГС Матрика бах, по лбу получил, раз по лбу получил, раз по лбу. И так вот ходит, три раза в день по лбу получает и пишет в блоге там где-нибудь, что-то грабли вообще оборзели. Знаешь, сколько раз не наступаешь, все по лбу, все по лбу. А зачем наступал? Вы-то что сделали? Вы что сделали из того, что могли сделать? Чтобы не было вот этого негатива. Чтобы все было нормально. Чтобы близкие люди с вами были, так сказать, в мире и в согласии и так далее. Что вы там готовитесь? Я, честно говоря, не понял, к чему вы готовитесь. Вам уже 23 года. И я не понял, вы английский учите или там что там подсобираете? Я бы на вашем месте уже давно бы приехал. То есть, если вы можете пойти и получить визу американскую, пойдите, получите визу, приезжайте и подхватите на месте и английский и все что угодно. Что вам в 23 года английский-то подхватывают раз, и английский? Вот делов-то. Я, честно, не понял, к чему вы готовитесь. Что такое? Наверное, образование бы уже завершили там какое-то базовое, институт закончили. Что вы там сидите? Я не понимаю. Тем более, вы с 17 лет вместе и с 17 лет, значит, хотите. Давно бы уже поехали там по work and travel. Тем более, вы же все равно как бы видите в качестве цели у вас там политическое убежище. Давным там потом поуехали. И, соответственно, решили бы все эти вопросы с негативом с той стороны, с этой стороны. Значит, средство от негатива основное это заниматься своим делом. Вот как только ты своим делом занимаешься, ты не слышишь, не видишь, тебе нет, у тебя нет времени и силы, настроения с кем-то разговаривать, там какие-то люди, что-то они хотят сказать. Вы не представляете, вот я в каком, так сказать, негативном мире живу. Вот с этим каналом, например. То есть я никогда в жизни на меня столько негатива не сыпалось. Это сейчас еще ничего, потому что сейчас я в состоянии там поставить фильтры на ютубе. И по ключевым словам, соответственно, у меня отсеиваются комментарии, уходят сразу на модерацию, не попадают на канал и так далее. А еще пару лет назад не было вот этой фильтрации, и вы себе представить не можете. Вы бы тоже почитали. Вот. Но сейчас вы этого не видите, а вижу только я. Ну, собственно, я так тоже особо не читаю уже, а привык. Знаете, я привык. То есть такое количество ненависти, такое количество злобы в таких концентрациях. И они же не только на ютубе. И они в имейлах пишут, и они в скайпе что-то пишут, и они на школьный там веб-сайт на наш пишут. И так далее, и так далее. И что я хочу сказать. Человек нормальный, такой же давно бы руки на себя наложил. Вот. Но я говорю себе, значит, знаете, как американское? Shit happens. Ну, наступил, почистился, пошел дальше. Но мне же есть куда идти. Я же вижу, куда я иду. Я знаю, куда я иду. Я вижу людей, которые каждый день приходят и смотрят. И там, для них это важно. И их жизнь меняется. И я каждый раз, знаете, это как праздник. Вот человек говорит, я вот там что-то, у меня там произошло в жизни хорошее, потому что я смотрел ваш канал. Ну, ради этого. А у вас есть, ну, как бы, мысль о том, что у вас будут дети, надо им создать условия. Вам для себя еще надо условия создать. Это 23 года. У вас еще вся жизнь впереди, вы жить-то не начинали. Хорошо, что вы нашли друг друга. Это здорово. Вот. И вам только, вам начать и кончить. У вас такие вообще впереди дела. А чего вы там сидите-то? Я не знаю. Если вы уже решили ехать, так уже езжайте. Ну, вот странно. Как это мне даже неожиданно. Да. В общем, такая идея. Надо взрослеть. Вот общий такой рецепт, общий рецепт, состоит в том, что надо взрослеть. Потому что, много детского в этом, еще такого, знаете, как сказать, невзрослого. Много невзрослого. А что такое взрослеть? Взрослеть – это брать на себя ответственность. В первую очередь. Ни на кого не надеяться, не полагаться, а вот самому тянуть. Работать. Себя обеспечивать. Вот. Принимать решения. И так далее. И вот тогда вы будете взрослыми. А когда вы станете взрослыми, вам будет, ну, по большому счету, без разницы. Потому что, если я отвечаю за свою жизнь, я не могу слушать других людей, даже близких там, и очень близких. Ну, я слушаю вежливо. Я вежливо слушаю. Я говорю, да-да-да-да-да, исключительно интересно. Исключительно интересно. Да-да-да-да-да. Да-да-да. Я, кстати, что-то похожее читал вот тут в архивах КГБ там. Да-да-да, сейчас опубликовали. Вот то же самое. То же самое пишут. Вот чистая правда. Поэтому, понимаете, вежливо, потому что у вас есть своя идея, вы отвечаете за свою жизнь. Если вы будете отвечать за свою жизнь, вы перестанете обращать внимание вот на это, на все. Вот я искренне в это верю. Поэтому, ребята, взрослеем. И вперед. Так бы я сказал. Счастливо!